Вот приплод наш, два телёнка, в ней два быка, две девочки. Эти люди гордо называют себя бывшими наркозависимыми алкоголиками и с удовольствием рассказывают другим, как избавиться от губительной зависимости. Говорят, что главное – это изменить круг общения и образ жизни. Сначала бывает трудно, но потом жизнь без водки и героина становится нормой. Ну хорошо мне здесь. И нет желания уезжать отсюда. Хочется жить здесь. Создал семью, охота, чтобы дети здесь росли. Многие создали здесь семьи. Реабилитационный центр в посёлке Сары-Тубе в Карагандинской области 20 лет назад открыли сами наркозависимые. Они приехали сюда после лечения в клинике и уезжать уже не захотели. Игорь Скурихин, в прошлом много лет употреблявший наркотики, теперь многодетный отец. Воспитывает с женой семерых детей. Люди остались здесь, проживают, хозяйством занимаются. У нас сейчас проживает здесь шесть семей, получается 20 детей. Ну и человек, наверное, около, может быть, 18. Те люди, которые там обратились за помощью. То есть у кого есть проблемы с зависимостью. В прошлом году в этом поселении также прошли реабилитацию 11 бывших заключённых. Они говорят, что за время, проведённое за решёткой, потеряли связь с близкими. Считают, что могли бы вновь оказаться в тюрьме, если бы не центр в Сары-Тубе. У меня была зависимость, алкоголь. Ничего меня не спасало. Избавиться не мог, ничего не помогало. Мама там на тот момент меня и в больницу вложила, и в наркологию водили. И милиция меня то и дело забирала. Постоянно пытались меня вытащить. Ничего не помогло. И у меня выбор. Или в ЛТП, или сюда. Ну, я поехал сюда. Сейчас центр находится под угрозой закрытия. Акимат Бухаржираровского района заявил, что поселение в зоне возможного подтопления. По этой причине центру не выдают правоустанавливающие документы. Местные власти от комментариев отказываются. Сейчас это дело рассматривают в суде.